Партнер этого выпуска – карточная игра для пар. Войди аккуратно. Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием «Ребята, мы потрахались». В студии Сашка. Всем привет! И Дашка. Да. Привет. У меня просто рядом со мной стоит небольшой тортик. Да, бенто-тортик. Да. И он надкусан. Во-первых, он, да, надкусан. Это сделала я. Во-вторых, я просто смотрю в его сторону все время теперь. Он манит. Конечно. Это же тортик. Я очень люблю тортики. Че, как дела? Хорошо все. Многие из подписчиков присылают нам скрины со Spotify, где они очень много слушали РМП. Приятно. Бедные люди. Ну, вообще, да, приятно, конечно, что вы терпите вот это нас в своей душе, в своих ушах. Наши вот эти шутки, советы по типу «Грустишь, не грусти». Ну, получайте, что хотели. Да? Супер. У меня дела. Нормально. Ну, конец года. Ну, все. Это просто, мне кажется, вот до конца года я буду отвечать на вопрос, типа, ну, нормально. Я устала, там, еще что-нибудь такое. Если, конечно, не случится чудо, и я вдруг, не знаю, не получу в свое распоряжение миллионы какие-то. Ну, хотя бы один. Вот. Было бы неплохо. Да. Ну, пока в моем распоряжении ваши письма. Я распорядитель письм. Это ценнее. Да. Нет, это ценно. Вот. Но, правда, нельзя где-то расплатиться письмами. А так, по-моему, были бы уже богачи. Классно было бы. Вот. Ну, так вот, письма ваши мы ждем на почте, которая есть в описании выпуска. А пока начнем. Давай. Ребята, привет. Привет. Даже не знаю, про что вам рассказать. Ну, прям-таки не знаете. Расскажите. А что ж там потом пять абзацев чего-либо? Как день прошел. Так вот, в моей личной жизни все хорошо и спокойно. Я замужем и очень люблю своего мужа. Мой муж меня тоже очень любит и ценит. Супер. Семья из рекламы майонеза. Да. Когда-то давно... Майонез хочу. Извините. Когда-то давно, до знакомства с ним, я, конечно, побывала в нескончаемом количестве абьюзивных отношений, абсолютно непонятных свиданий и одиноких дней. Ну, как и все мы. Да, да. Ну, потом я подружилась со своим будущим мужем, и в итоге сейчас я счастлива в браке. Но я же вам все равно пишу. Угу. Значит, есть проблема. Но моя проблема не в любовных отношениях, а в дружеских. Я подумала, может быть, вы все-таки прочитаете это письмо? Потому что по своей событийности моя история не отстает от многих любовных перипетий. Ну-ка, ну-ка. У меня есть подруга, с которой мы знакомы и дружим уже почти 10 лет. Когда мы только познакомились в универе, я считала, она меня не замечает, потому что она очень общительная, веселая и вообще заметный в компании человек. Я же очень спокойная, если не нахожусь в комфортной для себя обстановке. Мало говорю, стесняюсь общаться. Так было на первых курсах, сейчас я уже раскрепостилась. И вот в какой-то момент мы с ней начинаем общаться. Это было весело. Моя подруга сразу мне открылась, а я ей. Мы делились всякими штуками и секретами. У нас было очень много веселых приключений и разных историй. И я даже считала, что без нее я уже не смогу быть такой классной и интересной. Зря. Но и неприятных моментов в общении как будто всегда хватало. Приведу примеры. Если она расставалась с парнем, то делала вывод, что она и я некрасивые. И вокруг есть много других очень красивых девушек. Когда я признавалась ей, как мне классно с ней вместе проводить время, она вдруг отвечала, что я, конечно, ее подруга, но у нее есть еще три подруги. Другие. Которые ей самые лучшие и верные друзья. Это меня задевало. Я помню, что я даже расплакалась, когда она мне сказала, что я типа на втором месте всегда. Очень интересная у вас дружба, надо сказать. У меня очень долго не было отношений. Подруга меня часто поддерживала и говорила, что в итоге я обязательно начну с кем-то встречаться. Но были и случаи, когда она говорила, что я должна признать тот факт, что я могу всю жизнь быть одна и никогда никого не встретить. И потом добавляла, что она тоже может однажды развестись. На тот момент у нее был муж. Подруга очень часто оценивает мои волосы. Они вьются, но так как пористые, могут лежать очень красиво, если я приложу определенные усилия, а могут представлять собой шухер и не собираться в красивые завитки. Почти каждый раз, когда мы видимся или созваниваемся, она говорит, какие красивые волосы. Или, ой, что-то у тебя сегодня не такие вьющиеся волосы. Я думаю, надо подстричься сходить. Мне всегда неловко из-за этого. Я чувствую прям оценку моей прически, когда мы встречаемся с подругой. Мне приятно, когда она делает мне комплимент, но я никогда не могу быть уверена, что именно она скажет о моих волосах в нашу встречу. А потом случилось, что, ребята, мы потрахались. Че? Неожиданный поворот. Опа. Я би, но все равно это было просто ужасно, потому что я понимала, что дружба уже никогда не будет такой, как прежде. Инициатива была на стороне подруги. Я была пьяна, поэтому произошло то, что произошло. Мы толком и не поговорили об этом. Я попыталась это сделать на следующий день, но у меня не получилось. Она сказала, что не жалеет и что ни с кем из подруг еще не была так близка. Я сказала, что очень ее люблю и что мне сейчас больно и тяжело. Она на это улыбнулась. Да, улыбнулась. Ей было приятно это услышать, похоже. Мы замяли эту ситуацию и продолжили дружить. Я уже не чувствую того, что раньше, потому что переспали мы несколько лет назад. Плюс я начала встречаться с другими людьми, а сейчас вообще замужем, и мы с ней давно живем в разных городах. Она меня как-то спросила за обедом, спустя пару лет после этой истории, общаюсь ли я с людьми, с которыми когда-то спала. Я посмотрела на нее, подумала и сказала, да, с тобой. И мне бывает тяжело общаться из-за этого. Она сказала, что у нас не было секса, это была просто развлекаловка типа, и объяснила, почему не считает то, что было сексом. Суть в том, что у нас был пейтинг, она не считает это за настоящий секс. Плюс она считает, что секс это только когда есть проникновение. Ну я-то считаю пейтинг полноправной сексуальной практикой. Мы видели друг друга голыми и трогали друг друга. Так я и сказала. И если это был не секс, то тогда, блин, что же это вообще было? Она подумала и согласилась, что, возможно, ей стоит подумать об этом. Я закругляюсь, простите, что такое долгое письмо. Сашка и Дашка, что вы думаете об этом? Вы когда-то заканчивали дружбу с людьми прям насовсем. Я бы, наверное, хотела перестать с ней дружить, но у меня такое чувство, что все моменты, когда я могла поставить точку в этих отношениях, остались позади. Мне нужно было это сделать раньше, а сейчас это будет выглядеть очень странно. Мне тяжело с ней общаться. Мой муж это видит, он поддерживает меня и говорит, что нужно избавляться от таких токсичных людей в своей жизни. Если это важно, он не ревнует меня к подруге, просто переживает, что я всегда не в себе после общения с ней. Спасибо, если прочитаете это письмо. Обнимаю вас, вы лучшие. Тут даже три фиолетовых сердечка. Постоянно вас слушаю. Как-то рассказывала сестре смешную историю, которую я думала, мне рассказывал мой друг. А она такая говорит, ты чего, это же история Сашки из РМП. Мы поржали. Интересно, что за история. Да, что вы мне уже как настоящие друзья, и я путаюсь, что слышу от вас, а что от своих друзей в реальной жизни. Интересно, что за история. Ну, ваша история, конечно, это... Чего за жизнь? Ну, да, да. Начиналось-то все так, знаешь, ну, типа, да просто про дружбу там. Да нет, это вообще, даже до того, как они переспали, ну, я уже такая думаю, это не дружба, это какая-то смесь любви и дружбы. Ну, то есть, как будто бы, знаешь, границы в этих отношениях нет, и они, типа, вроде они дружат, но при этом есть такие элементы какого-то токсичных отношений. Как будто бы вы встречаетесь, и вот как-то странно, то есть, мне кажется, что смешались какие-то, да, виды отношений дружеских и любовных. И, возможно, еще какая-то зависимость есть или что-то такое. Ну, мне как кажется, потому что она так говорит, что вот она такая классная, а я вот думала, что без нее я уже не классная, все. Ее как бы превозносят подругу, а слушательница такая про себя, ну, а я чего? Я ничего. Я тут так, просто. У меня были случаи, когда я сам, ну, прерывал какое-то вот дружеское общение. У меня был друг, очень токсичный человек. И пока я с ним дружил, я как-то, знаешь, ну, особо не обращал на это внимания. Он другсик. Другсик, да. Особо не обращал на это внимания, но каждый раз, когда я с ним виделся, я вот после выжат был. Понимаешь, вот, блин, ну, тяжело. Ну, вот, постоянно какие-то вот, ну, вот просто тяжелое общение с человеком. И при этом, ну, друзья вроде, и типа все хорошо. Хорошо, и в какой-то момент мы что-то чуть-чуть совсем, знаешь, где-то там недопоняли друг друга, и я просто прервал общение. Ну, ты просто перестал с ним связываться, и он тоже. Да, и он тоже, и он вообще быстро удалился из там всех соцсетей, и я такой, пф, вообще запросто. Ну, то есть не было такого, что, не знаю, например, он Виктор. Виктор, вот вам официальный бланк, мы прекращаем наше общение. Да-да-да, нет, такого не было, просто, знаешь, ну, возникло какое-то там между нами недопонимание. Ну, спор какой-то. Да, очень лайтовое. И что-то, я такой, да блин, да я просто не хочу с ним общаться. И прекратил просто сам инициировать какое-то общение, там, давай увидимся, типа, все дела. Вот, он тоже особо не проявлял, потом пах удалился через месяц где-то из всех соцсетей, ну, из друзей. И все, я такой, а, да, пф, вообще легко, понимаешь? И тут я уже понял, что, ну, мне вообще не нужна была эта дружба. Ну, да. Вообще, я от нее страдал. То есть каждый раз, когда я с ним виделся, да, мы там болтали, может, там где-то весело время проводили, но каждый раз я был абсолютно выжат и вымотан после этого. Я понимаю, у меня тоже есть или были пару подруг, которые, не могу сказать, что они токсичные прям, но тяжело мне с ними, да. Они шумные очень, их много всегда, то есть они занимают как будто бы все пространство вокруг, и меня вот это их ауры просто так к стене приплюснует, и я такая вот так вот. И при этом, да, действительно, мы в таких дружеских отношениях, все вот это вот. Вот, и даже была такая же вот ситуация, вот слушательница пишет про то, что волосы комментирует, а моя вот эта подруга, она брови мне как-то прокомментировала, что я, не знаю, готова была сквозь землю провалиться. Что она сказала? Она говорит, а что у тебя с бровями? И я такая, господи боже, что? Ну, я их, видимо, как-то, по ее мнению, плохо, там, не знаю, подкрасила. Вот. Вот, и вместо того, чтобы, не знаю, как-то мне дать совет или помочь с этим, она мне просто, причем, знаешь, в каком-то таком людном месте, то есть не наедине, она мне такая, что у тебя с бровями? Фу. Да, да, ну вот, блин, ты смеешься, а вот да, типа, ты что, знаешь, ты что, издеваешься? Ты дужечка, что ли? И какая-то стояла девчонка рядом, сказала, ой, да, действительно. И я стою, и я просто думала, боже мой, из дома, наверное, никогда не выйду ни с какими бровями больше. Заклею скотчем просто, не знаю, изолентой, чтобы вообще никто не видел. Ну, то есть мне было очень неловко, мне показалось это бестактным. И я понимаю, что это черта характера человека. Да. Она, может, закладывала в это вообще другой какой-то смысл, что она мне вроде как по-дружески обратила внимание, чтобы она, может быть, это имела в виду. В ее вселенной все окей, и она тебе так помогает. Да. А для меня это, ну, типа, блин, камон, ты можешь хотя бы здесь об этом не орать, во-первых, ну, на всю улицу или еще что-то такое. Вот. И общение тоже мы разъехались в итоге в разные города. И просто общение, само собой, как бы... Меньше, меньше, меньше. На нет, да, да. Вот. И после этого мы еще пару раз виделись, когда там, либо я была в ее городе, либо она в моем. Но, сам понимаешь, со временем эти встречи сходят на нет. Угу. Потому что у всех свои дела, а может, у кого-то, скажу, у кого, нет на самом деле особого желания видеться. Ну, то есть вот такое. И ты такая, ой, у меня дела, и сама дома лежит. Могу, да. Но я просто могу понимать, что я вообще не в ресурсе сейчас. Ну, то есть, чтобы мне увидеться с этой подругой, мне надо прям накопить энергии. Угу. Прям, чтобы я шла боевая. Собраться прям. Да, потому что, как ты и говоришь, после этой встречи я выжатая. И вообще ничего не надо. Я как будто бы пахала весь день. Был второй случай с подругой. Мы тоже просто резко общение сошло на нет. Ну, вот не знаю. Вот почему-то... И причем тоже это та подруга, с которой у нас куча веселых историй, каких-то приключений. Что-то там много мы вместе пережили. Но она тоже там что-то своими делами занималась, какими-то переездами. Вот. И мы стали встречаться все реже и реже. А пару лет назад просто вот потерялась связь. Я пыталась пару раз написать, мол, ну типа, ну что, может как-то это? Она да-да-да-да, когда-нибудь. И все. И ты не знаешь толком причины этого всего? Толком вообще не знаю. Возможно, ты как раз вот человек, который не знает, что ты где-то там знаешь ее границы наручу. Слушай, ну я допускаю этот момент, что я где-то что-то там, может быть... Пыранула. Да, но знаешь, во-первых, это можно обсудить. Да. Во-вторых, как бы с ее стороны этих пыранула было тоже много. Ну короче, я не знаю, может она просто, ну она вступила в отношения, может она в это все погрузилась, и ей... Такое может быть. Подружки, подружки, ничего, может просто круг общения. Я еще... Такая ситуация была, что у нас круг общения очень разный. Я вообще не знаю, на чем мы пересеклись в какой-то момент. Потому что с годами было для меня все более очевидно, что у нее вообще вот интересы, которые мне не близки, прям супер. Просто из разных миров. Из разных миров, да. И вот что-то там общее. У нас теперь из общего только прошлое. Все. Ну в общем, и тоже, да, никто официально никому не говорил. Ну просто вот так вот потихонечку, ну, перестали общаться. Сказать, что меня это сильно беспокоит, или даже, наверное, вообще беспокоит, я не могу. Потому что с отпущением этих отношений мне стало легче на самом деле. Ну то есть сначала у меня было такое, что ну вот, ну как же, мы же подруги, нам же надо общаться, вот надо общаться, прям надо. А потом сижу думаю, а кому надо? Вот кому надо? Я понимаю, что друзьями не разбрасываются. Но есть близкие друзья, какой-то, да, твой круг. И есть вот люди, которые могут со временем просто отдаляться, и, ну, перестаете общаться. Да, мне кажется, что это вполне нормально. А вы сами говорите, подруга довольно токсичная, вам тяжело с ней общаться. Ну хочется сказать, так не общайтесь. Да, как будто бы ответ такой прям просится. Вот в течение всего этого письма, что вам очень некомфортно от этой дружбы. Да, и я просто, я не знаю, как у них происходит общение. Вы вроде тоже в разных городах. И вот она говорит, муж переживает, потому что я там все время какая-то раздраженная, нервная, да, после общения с ней. А вы прям поддерживаете связь, созваниваетесь все время, или что, или как это происходит. Ну да. Видитесь. Потому что мне кажется, что если вы не видитесь, она, допустим, приезжает в ваш город и говорит, давай встретимся. Не знаю, может, это неправильно, скорее всего. Но просто я понимаю, что я так сделала. Что я такая, ой. У меня дела. У меня дела. Ну то есть всегда есть какая-то отмазка, почему я не могу. Ну скипнула просто, да. Да. Это, наверное, не совсем красиво по отношению к человеку. Ну и как бы себя я не хочу заставлять идти, ну, видеться с человеком и откровенно говорить, что, знаешь, я не хочу с тобой больше общаться. Я тоже не могу так сказать. Ну это вроде и грубо, и вроде объясниться придется, почему. И дальше пойдет выяснение каких-то отношений. И получается, это может выльется прям в открытую ссору. Да. И в итоге это просто, ну, ссора закончится тем, что вы перестанете общаться. Только прям резко. Это вы перестанете общаться, ну, допустим, я тот человек, которого ссора будет еще терзать. Конечно. Сам факт этой ссоры. Я буду мучиться и все такое, ну, как-то думать об этом. И мне лично, наверное, проще как бы потихонечку, так потихонечку просто прекратить общение. Так плавно сойти на нет. С годами я переосмыслил дружбу вообще. Так. Раньше вот когда ты, не знаю, подросток в школе, ты там студент в университете. Дружба, она кажется как будто бы крепче, потому что вы больше времени проводите вместе, вы все время там что-то тусите, какие-то там вечеринки и прочее. А сейчас как будто бы этого сильно меньше стало. Есть такое вот ложное ощущение, что и дружбы меньше стало. На самом деле нет. На самом деле эта дружба просто переходит в другую фазу. И тебе это уже нафиг не надо видеться каждый божий день с кем-то. Согласна. Уже нафиг не надо. Да вы с ума сойдете. Ну, не то, что даже нафиг не надо. Просто появляются еще некоторые аспекты в твоей жизни, которые требуют внимания. Нет, даже помимо этого. Вот чисто с одной стороны. Вот посмотрим на то, что... Ну, есть возможность у тебя видеться с другом каждый день. И он такой, да, давай видеться каждый день. Да ты устанешь. Ну, наверное, да. Хотя в университете, да легко вообще. Вы и так и виделись каждый день. Ну, да. Там в универе, КВН, там всякие тусовки, общая какая-то группа друзей. И практически каждый день ты видишься. А вот сейчас ты такой уже... Ну, нет. Ну, это нормально. Мы же взрослеем. У нас и приоритеты меняются, и какие-то взгляды на жизнь. И я говорю, да, мне кажется, и в жизни еще появляются какие-то штуки, которые тоже мы хотим им внимания уделить. Но это не значит, что... Ну, окей, вы с годами там видитесь реже, теперь и реже, и реже, и тусовки уже не такие тусовки. Но дружба-то остается. Дружба остается. И она такая же крепкая. Просто, ну, опять же, это, знаешь, какие-то, может, ностальгические мысли в голове сидят. Что вот раньше было. Вот раньше, блин, вот эта дружба, вот эти тусовки, блин, сейчас вообще не так. Ну, слушай, мне кажется, хорошо, что она описала... Она не просто описала, вот у нас так раньше все было классно, 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 она такая, ну, и как бы... И плохо было, да, вообще-то. И она его запомнила прям, видишь? Она же написала об этом, потому что это зацепило. Это как меня зацепили брови, потому что я до сих пор об этом помню, а это было лет, не знаю, 10 назад, может, ну, действительно. Блин, я смотрю на твои брови, думаю, а что с ними вообще не так, может быть? А с твоими че не так. Просто для... Может, это чисто у парней такая тема, ну, парням очень сильно пофигу на брови, ну, если там, ну, не прям кринджи-кек какой-то, знаешь, когда они вот такие вот нарисованные, прям, ну, как логотип Макдонс. Да, я поняла. А вот еще знаешь, что по поводу дружбы? Тоже, что ко мне пришло с возрастом, так говорю, как будто мне 80. Ну, тебе 64, нормально. Молодуха. Конечно. Что никогда не знаешь в итоге... Вот, как говоришь, кажется в универе, что у нас такая крепкая дружба, такая крепкая, мы все там такие друзья-друзья. И никогда не знаешь, кто в итоге отвалится. Потому что, ну, в школе вы там с кем-то очень крепко дружили, а потом пошли в универ, и все, и вот не дружить теперь больше с этой школьной подругой или другом. Потом в универ, кажется, вот с этими людьми точно на всю жизнь. Но потом этот отвалился, тот отвалился, там где-то что-то потерялись. Ну, то есть, никогда не знаешь, с кем это произойдет. Вот я, допустим, с этой подругой, с которой, ну, мы просто перестали общаться взаимно, да, я тоже думала, что да мы с ней, да вообще просто там горы свернем, всегда будем тусить вместе, всегда-всегда, и вот. Ну, то есть... Ну, да. И меня это уже особо... Вот я почему сказала, что меня это не беспокоит? Потому что я уже пережила вот этот момент, когда, допустим, с другой подругой тоже перестали общаться. Сейчас к этому легче, да, относишься? Да, это уже как-то, ну, ок. В принципе, ожидаемо. Ну, типа, я знала, что это могло произойти. А со школьной подругой одной, мы тоже всю школу дружили, такие дружили-дружили, а потом на время универа, ну, там, знаешь, пару раз встретились, ну, и все, и потом вот какой-то вот универский период, постуниверский. Вообще вот мы... Она уехала жить в Питер, мы с ней, ну, никак... Ну, знаешь, с днем рождения, может, поздравим, и то не каждый год, если вспомнят, дай бог. Вот. А сейчас, ну, типа, когда она приезжает, мы с ней видимся, и этих лет, которые мы не виделись, как будто бы не было. Мы сразу такие, о, здорово, привет, чё, как там, всё рассказываем, всё обсуждаем, там, ну, то есть вообще не помешало... Три часа ночи, посиделки на кухне, вот эти вот... Ну, типа того. У нас все эти общие приколы, ну, то есть не помешало это дружбе абсолютно. Просто она куда-то ушла, чё-то там набралась, и я куда-то в своих, там, чё-то тоже. И мы потом снова встретились, и всё это друг другу рассказали, обсудили, не знаю, поржали, вспомнили что-нибудь там из прошлого. Короче. К дружбе нужно относиться легче. Это сто процентов. И вот ещё, что я добавлю. То, что вы дружите, это не значит, что у вас есть какие-то, ну, прям, гиперобязательства друг перед другом. Ну, да. Наверное, да. Знаешь, раньше всегда очень сильно обижала, что, ну, там, общие друзья где-то там встретились и потусили, а мне не сказали, не позвали. Да, 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 да. Это меня как-то раньше очень обижало. А сейчас уже так. А сейчас вообще пофигу. Ну, типа, я к этому абсолютно нормально отношусь, потому что понимаю, что не для каждой тусовки я подойду в этом плане. То есть они собрались, не знаю, пить водку, знаешь, и смотреть футбол. Мне ни водка, ни футбол, ни ок вообще. Никакого мэча. Хотя бы колу, если бы пили. Ну, да, или энергетики, смотрели интернешнл. Ну, вот это мое, ладно. Ну, и как бы... А до этого я ж мог прям вообще обидеться, обидеться. Да даже если просто встретились, потусили, сами там где-то кто-то, и мне никто не сказал, я уже такой, ну, да нормально это. Потому что я точно так же вижусь с друзьями, и не всегда ты всех зовешь. Ну, да. Потому что это, во-первых... Потому что это стихийно бывает как-то. Да, это бывает стихийно, очень резко, спонтанно, и такой, о, окей. Ну, да, да. Я хочу сделать ремарку, что все, что мы сказали про там, не надо так к дружбе сильно относиться, там, как-то жестко, это не значит, что нужно разбрасываться друзьями. Да, да, да. И всех слать нафиг. Речь идет о том, что если как-то... Просто адекватнее. Да, пришло вот само собой, скажем так, пришли ваши отношения дружеские вот к такому какому-то кризису, вы должны, наверное, для себя решить, а нужны мне эти отношения? Вот эта дружба мне нужна или мне плохо от нее, вот как нашей слушательницы? Многие же реально продолжают такую вот токсичную, тяжелую дружбу просто из привычки. Ну, потому что надо. Из привычки. Ну, типа, человек написал, го, потусим, и ты такой, го, конечно. А тебе прям вообще не хочется. Ну, наверное, нужно уже как-то проанализировать, а надо ли? Ну, вот, я об этом и говорю, что надо задуматься, нужно ли это вам. Потому что, может быть, однажды когда-то у вас с этим человеком были точки соприкосновения, но сейчас вы, допустим, из них выросли. И остались как будто только претензии. Да, и все. И дальше эти отношения либо идут на какую-то новую уровень, у вас новые точки соприкосновения появляются, либо они не появляются. И тут вариант. Либо вас устраивает такая дружба на том уровне, который она есть, либо вам она, например, в тягость, да, токсичная. И вам от этого хочется уйти. Так и уходите. Ну, просто если пишет вам этот человек, ну, я не знаю, я бы просто аккуратно, бы вежливо там говорила, почему я не могу встретиться, или там как-то, ну, может быть, не сильно так вовлеченно, ну, вежливо, ну, то есть не говорит, да, иди в жопу. Да, да, да. Ну, нормально отвечать, да. Просто игнорировать тоже не годится. Но просто уже, может быть, не так вовлеченно. Вот. Ну, я бы так и сделала на месте нашей слушательницы. Просто сократить общение, потихонечку его сокращать, и, скорее всего, оно само придет к минимуму. Вот. А что это вообще у вас за отношения были? Это другой вопрос, мне кажется. Я бы вообще так-то бы к психологу сходила бы с этим. И почему-то, ну, это вас не отпускает, это же все еще триггерит. Хотя уже, ну, время не прошло, можно было бы и отпустить, знаешь, а тут вас все равно беспокоит. Они же общаются, они же общаются, и поэтому и беспокоят. Ну. Потому что оно вот все в открытом вот этом состоянии, ну, как бы все время это с ней происходит. Я думаю, что поэтому и болит это. Просто еще, понимаешь, вот это токсичное отношение у нее произошли не с парнем, а вообще с девушкой. С подругой. С подругой, да. И это вот интересно почему-то так. Как-то это повернулось. Ну, и плюс они там еще переспали, может, это тоже как-то повлияло. Ну, то есть, мне кажется, здесь хорошая такая тема, которую можно с психологом разобрать. Клубок прям серьезный. Да, вот этих отношений с подругами, потому что явно они на вас повлияли. Да. Ой, ну, короче, как-то так. Да, как-то так. Вот. Надеюсь, что у вас все получится. Что сказали, то сказали. Итак, наша рубрика «Это нормально», потому что нормально, когда в подкасте есть рубрики. Да, это нормально. Напомню, что здесь мы обсуждаем всякие тезисы, которые касаются отношений, и большинство из них, да чуть ли не все, наверное, основаны на ваших письмах, которые вы присылаете. И, в общем, мы обсуждаем эти тезисы и говорим, почему это нормально. Итак, сегодня обсуждаем, почему нормально хотеть помолчать. Это я вообще обожаю. У меня реально бывают моменты, когда я не готова разговаривать. И, ну, не хочу, вот просто не могу. Да, да, да. У нас у всех заканчивается вот эта вот разговорительная батарейка, где-то она в организме есть. Социальная. Нет, именно разговорительная. А, именно разговорительная. Не разговорная, хорошо. Да, то есть можно не разговаривая, а все равно социально взаимодействовать. Например, слушать. Вот. Но именно говорить вообще не хочется иногда. Прям сильно. Ну, да. Иногда из-за этого возникают проблемы, потому что ты что, не хочешь со мной разговаривать? Ты что, не хочешь вместе время проводить? Я тебе говорю о своих каких-то проблемах, чувствах, переживаниях, а ты не хочешь разговаривать, потому что что? Потому что ты просто устал. Ну, у меня один раз была ситуация, когда я с партнером недопоняла друг друга, точнее, он не понял, что мне нужно помолчать, и воспринял это как, ну, такое, знаешь, что я обиделась или что-то, ну, короче, что-то произошло такое. А ты не обиделась? Я не обиделась. Точно? Да. Ты уверена? Да-да. Я не знала, как мне ему объяснить, что я просто хочу помолчать, ну, отдохнуть, потому что, блин, ну, я разговариваю на подкастах, я разговариваю много на работе, много общаюсь с людьми, мне нужно немножко просто побыть в тишине и мысли, чтобы как-то концентрировались в голове. Да. Вот. А как это объяснить, когда я хочу помолчать? Да так и говорить. Нужно сказать об этом, сказать, я сейчас просто хочу помолчать, в тишине побыть, разговаривать вообще нет никаких у меня сил, я выговорился на подкасте, и сейчас мне нужно просто, ну, прийти в себя. Ну, вот я примерно все то же самое сказала только уже на следующий день, когда у нас был разговор, а что это было, мне приходилось объяснять, а что это было, и вообще, мне кажется, прикольная практика, я? Я. Да. Да, занимается домом, кто-то работает. Давать 15 минут буквально, там, не знаю, друг другу отдыха. Не сразу, типа, так, а что у меня вот дома вот это, вот это, вот это происходило, а что у тебя на работе? Ну-ка расскажи, а что ты ела, что ты там, не знаю, надевала, а что там приключилась? Строить планы на выходные подробно сейчас. Да, там родители мои позвонили, им надо помочь, короче, на огороде все перекопать. Вот, например, ну, не сразу это все вываливать, а реально 15 минут, когда ты сидишь вот это просто с полу спущенными штанами. Да, 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 залипаешь в телефон и даже не понимаешь, что ты залипаешь, ты просто листаешь его, и все. Или, да, ты такая, лифчик просто расстегнула, а снять не сняла. Просто немножко выдохнуть, потому что ритм жизни, конечно, он... Да, 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 да. И когда вам ваш партнер говорит, что я хочу побыть в тишине, помолчать и, ну, передохнуть, не воспринимайте это как что-то ненормальное. Потому что, как называется эта рубрика, это нормально. Вот, такое бывает у всех причем. Если такие вещи вы, не знаю, стесняетесь или не получается обсуждать просто в формате разговора, то может помочь партнер этого выпуска, это карточная игра для пар, войди аккуратно. Потому что иногда в формате игры некоторые вещи сказать легче или обсудить легче, потому что вроде как тебя слушают, есть определенные правила, поэтому можно попробовать. Войди аккуратно. Это карточная игра для пар, разработанная совместно с практикующими семейными психологами. В основе сюжета лежит теория, что для построения гармоничных отношений в балансе должны быть три сферы вашей жизни. Эмоциональная связь, ответственность друг перед другом, страсть и сексуальная жизнь. Для того, чтобы прокачать себя в этих трех направлениях, в игре есть две колоды карт, которые состоят из заданий и вопросов. В каждой колоде по 90 карточек, по 30 на каждую сферу. Благодаря игре можно научиться слушать партнера, лучше узнать друг друга, научиться качественно проводить время вместе, ну и, конечно, вернуть страсть. Так что, если вы хотите чувствовать себя с партнером максимально комфортно, даже в полной тишине, переходите по ссылке, заказывайте игру и предложите своему партнеру научиться молчать рядом друг с другом в интерактивной форме и расслабляющей атмосфере. Кстати, прямо сейчас в ID аккуратно можно купить со скидкой. Следующее письмо. Давай. Сашка и Дашка, привет. Давно вас слушаю. Можно сказать, росла вместе с подкастом. Сейчас мне 20, и не так давно у меня закончились максимально абьюзивные отношения. Господи, боже, что это за токсичный... Блин, слушай, если наш подкаст выходит уже 6, почти 7 лет... В 2016 мы начали выпускаться. Да. Вот. Ага. Она с 14 лет, возможно, нас слушает, прикинь. Ну, господи, кого мы перестали. Кошпар. Ну, нет, ну, подожди, я не знаю, короче, просто я сейчас поясню. Очень странно осознавать, что ты влияешь на, ну, типа, люди растут, и ты влияешь на их какое-то мировоззрение. Да, да, да. И ты сейчас такой, блин, что я там, наверное, наговорил-то во всех этих выпусках. Ой, а мы ж в выпусках такой чуши иногда насыпаем, ой-ой-ой. Ну, я уверена, что в начальных выпусках, может, не в начальных, а в серединах каких-то на данный момент, мы говорили одно, а сейчас прямо противоположно другое, потому что мы с тобой поменялись. Мы меняемся, да, мы движемся куда-то, всегда какие-то мысли переходят из одного в другое, да. Мои мысли переходят от роллов к тортику. Ну, да, мои от газировок к энергетикам и аборрации. Так вот, мы, называйте его как хотите. Козел. Познакомились год назад. Не, ладно, не козел, давай, еще рано. Ну, смотри, он иракец, написано. Тогда Егор. Ладно. И приехал в Россию на учебу. Отношения были тяжелые, он часто катал меня на эмоциональных качелях. Романтик. Мы очень много ругались, мог и замахнуться на меня. Опа. Пару раз доходило до того, что он запрещал мне есть, чтобы я похудела. О, господи, господи. Ой. В марте этого года он резко изменился и стало еще хуже. В мае я узнала о второй девушке, с которой он встречался уже несколько месяцев. Она сама мне написала, так как думала, что я его подруга. Ага, подруга, которую он познакомил с семьей и замуж звал. Угу. Расстались мы только в июне. Несмотря на то, что все к этому ушло, месяц после расставания мне дался ужасно. Сейчас я просто стараюсь не думать про это, но понимаю, что еще не отпустила его. Но проблема не в этом. Тараканы в моей голове нашептали, что мне следует отвлечься от всего этого и влюбиться в моего друга. Он умный, веселый, в очень хорошей форме. Нам интересно проводить время вместе. Но есть одно но. Я не в его вкусе, и это сто процентов. Девушки ему не нравятся. Ах ты ж. Какой сегодня конкретный по темам выпуск. Да, ну в общем вы поняли. Бывший писал мне пару недель назад, предлагал все вернуть. Со второй девушкой он не расстался. Видел их вместе на кампусе, учимся в одном универе. Сижу теперь и не понимаю, как я докатилась до такой жизни. Влюбиться в гея, чтобы забыть иракца арбузера. Если вдруг у вас есть совет, нет, как отпустить бывшего или совратить гея, я была бы рада услышать. Хорошего всем дня и не ведитесь на красивые слова красивых мальчиков. Понял, Сашка? Хорошо, ладно. Короче, жесть. Вообще жесть. Ну и дела. И это вот получается мы с тобой натворили. Ёлки-маталки. А как? Мы вас ничему не научили. Потому что мы уже шесть лет несем черти-чете. Не, ну у нас развлекательный. Ну ладно, давай просто возьмем как дано, что оно уже было в этих абьюзивных отношениях. Да. Расстались. Не будем спрашивать, каким образом и как это все произошло. Он арбузер, они расстались. Хорошо, молодец. Она влюбилась в своего друга Гея, что мне кажется на самом деле среди подруг довольно распространенно. Ну, как будто бы есть такой стереотип, да. Мне почему-то так кажется, я не знаю. Так вот, вообще вот это все, вот это письмо, мне хочется прям вас как будто бы остановить немножко. Стоп, 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 куда, стоп. То есть вы там недавно, ну относительно недавно расстались. Летом, да, получается. Месяц после этого было тяжело. И я так понимаю, что еще и какое-то время было странно тоже. Меня отпустило. Тут я типа влюбилась в другого парня и что-то уже тут, то есть я не закончила страдать из-за прошлого, но уже начала страдать из-за нового. Ага. Вот не кажется ли вам, что хочется немножко себе дать время выдохнуть? Да. Вы как будто бы марафон пробежали, побежали сразу следующий. Тут событий больше, чем у меня за несколько лет. Ну да, я не знаю, но мне прям кажется, что мне прям, знаешь, хочется выдохнуть от этого всего. И вам советую сделать то же самое. Да. Во всех пониманиях, наверное. Да, да, вы прям очень сильно торопитесь как будто бы. Ну, хорошо, там, чувствам не прикажешь, там, ты можешь влюбиться в целом в любой момент. Подходящий или неподходящий, в кого угодно, как угодно. Но в наших силах делать что-то или не делать, вот это решение принять. То есть, ну, понравился друг, вы явно не в его вкусе. Ну, и что с этим сделать? Да ничего. Ну, вот так вот. Вы не в его вкусе. Все. Слушай, я причем допускаю, что у них может там случиться, не знаю, какой-то поцелуй или еще что-то такое. Ну, знаешь, молодежь на тусовке, там, что-то как-то. Ну, типа, что-то случайное такое. Я допускаю, что это может произойти. А по поводу вот этого всего, я еще думаю, вот ее бывший парень, она говорит, катал меня на эмоциональных качелях. Привычка осталась, ты имеешь в виду это, да? Ну, вот что-то, да, такое. Эмоций хочется. Да, да, что я не знаю, насколько люди могут подсаживаться на эту историю с эмоциональными качелями. Очень хорошо люди подсаживаются. И мне кажется, что вы себе сейчас устраиваете их сами. Да, да. Вы сами раскачиваетесь. Да, вот у вас была нижняя точка, где вам очень плохо было после расставания, и сейчас у вас начинается вот эта высокая точка. Ой, я влюбилась. И вот это все, да, да. Бабочки в животе, вот это все, да, да. И сейчас следующая, получается, точка будет опять где-то внизу. Вам нужно остановить вот этот процесс раскачивания. Нужно постепенно, все меньше и меньше, и меньше, и меньше, чтобы эти качели эмоциональные раскачивались. И тогда вы будете себя постоянно чувствовать хорошо. Ну, нормально. Нормально, да. Будет, конечно, и там грустненько, и весело будет, но не будет прям пиков вот этих вот. Ну, от этого отказаться довольно сложно. Потому что очень прикольно быть на вершине этого пика, когда тебе вообще невероятно круто. Ну, есть еще свой кайф быть внизу. Тоже, да, на любителя. Господи. Когда ты такую драму чувствуешь, знаешь, в своей жизни. Пострадать. Да, да. Это, конечно, тоже, это такие вопросы помогают решить психотерапевт. И это важно. У меня был период, когда я тоже такая вот с этими качелями. Раскачалась. Любила, да, тусить на них. И мне на это мой терапевт указала. И мы это обсудили. И как бы обсудили, а почему мне там нравится? А почему я так себя веду? И говорили про вот это ровное, нормальное состояние. Я прям помню, несколько у нас было сессий по этому поводу. И я тогда сидела, думаю, блин, я не знаю такой жизни. Небо ровно. Что значит ровно? Мне было непонятно. И уже потом потихоньку, ну то есть с несколькими сессиями, ну эти разговоры как же в твоей голове, какие-то мысли откладываются, какие-то просто начинается мыслительный процесс у тебя. Ну и со временем как-то вот пришло к этому. И к этому ровному состоянию, в котором я сейчас, слава богу, нахожусь. И я такая сейчас вспоминаю эти качели, думаю, господи, боже. А зачем это было, да? Ну не то, что, ну я не знаю. Не то, чтобы, может, зачем. Я знаю зачем, потому что на вершине офигенно круто. Да. Но просто знаешь, как я вообще туда влилась, как это незаметно для меня случилось, что я туда влилась, и как потом мне было сложно оттуда выползти из этого парка аттракционов эмоциональных. В общем, если подытоживать как-то более-менее, я бы, во-первых, мне кажется, что с расставанием точку надо для себя как-то поставить. А с иракцем тем? Да. Сто процентов. Тут даже думать нечего. И даже, понимаешь, такая точка, в которой прям надо побыть, может быть. Ну то есть, и где-то и пострадать, и где-то, не знаю, погрустить, где-то наоборот. Ну, короче, почувствовать все это, дать этим эмоциям, ну, как бы вот свершиться, грубо говоря. А не закидывать в себя, знаешь, новую влюбленность, чтобы просто не быть вот в этой нижней точке. Да, чтобы качели наверх пошли. Чтобы качели наверх пошли, да. И потихоньку как-то стоит разбираться с этим вопросом эмоциональных качелей, потому что как будто бы действительно вы на них подсаживаетесь, и надо бы слезать, чтобы вы дальше себя хорошо чувствовали. Надо подумать, какие шаги вы можете для этого предпринять. Мне вот сложно сейчас придумать. Вот для себя, я помню, я что-то придумывала. Но у меня один образ жизни, у вас другой. Да, абсолютно точно. Все мы абсолютно разные люди, и у каждого свой метод как-то себя нормализировать. Вот для меня один из шагов нормализировать вот это вот все было не ходить на тусы. На такие события, которые меня могли вывести из эмоционального какого-то равновесия. То есть там, может быть, будет человек, которого я не хочу видеть. Или наоборот, будет человек, которого я очень хочу видеть. Ну то есть я вот сразу буду там что-то как-то. Ну не то, чтобы я вообще просто перестала везде ходить, но как-то начала прореживать этот момент. И думать, а ты реально хочешь пойти на тусы? Или ты идешь, потому что, ну там же все будут? Или там будет он? А может, я в этот момент на самом деле хочу в ванной отмокать? И вот раньше там я такая, ну все идут на тусы, и я иду. А сейчас я уже такая, ну я вообще-то и в ванной бы подмокала. Ну да. Типа, чего я там не видела на вашей тусе? Ну то есть, вот такие моменты. Это был шаг для меня. Как потом на такси за очень дорого домой ехать. Ну да, классно. Вот это был мой один из шагов таких. Какой будет для вас? Мне кажется, вам стоит над этим подумать, что вы можете для себя сделать, чтобы позаботиться о себе, о своем эмоциональном состоянии. Книжечка «Компас эмоций» мне в свое время тоже помогла с этими качелями как-то более-менее их уравновесить. Может, вам будет интересно, не знаю. Да, и это, кстати, неспроста называется качелями, это реально качели, потому что они механизм такой, что тебе плохо, потом тебе хорошо, потом тебе плохо, потом тебе хорошо. И вы можете самостоятельно отслеживать. В какие моменты? В какие моменты, к чему вы идете? Ну, кстати, да, это правильное наблюдение, чтобы вообще понимать, что там как. Да, да, то есть вам очень плохо, и вы понимаете, что вот сейчас качели будут идти вверх, где очень-очень хорошо. Не ведитесь на это. Страдайте дальше. Не ведитесь на это, вы должны чуть-чуть притормозить эти качели на нормально. Ну да. Ну и держитесь. Я считаю, что вестись на заявление бывшего, что давай все вернем, не стоит. Ну, 100% нет. Вы сами говорите, это абьюзивные отношения, но он потерял вас. И ему же надо кого-то дальше абьюзить. Конечно, он очень хочет кого-то поабьюзить. Ему мало вот той вот девочки, с которой вы его видите постоянно. Он же с ней все еще. Ну, типа, почему-то как-то при этом он... Ну, в общем, да, не ведитесь. Точно нет. Вы вообще просто игнорируйте, скажите нет, пожалуйста, не пиши мне больше, все, пока. Ну, я надеюсь, что у вас получится обуздать свои эмоциональные качели, выровнять эмоциональный фон, если... Ну, мы так предположили, что у вас эмоциональные качели раскачиваются, судя по письму. И все у вас сложится, и отношения дальнейшие, и вообще все будет отлично. Дэп. Ну все! Все! Завершаем наш подкаст. Дэп. С вами были Сашка. И Дашка. Всем пока. 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 Пока.